добрый день уважаемые вязальщицы я вас приветствую на моем youtube канале канал называется емеля нитинь канал посвящен вязанию и все что с этим связано на моем канале вы сможете посмотреть различные видео уроки в которых я рассказываю как вязать шапки и в сегодняшнем видео уроке я покажу как я вижу шапочку бине простую я буду вязать ее с отворотом простой лицевой гладью давайте приступим сейчас я продемонстрирую вам какую я подобрала пряжу вот у меня уже связан образец пряжа у меня полу шерстяная 50 грамм 125 метров вы можете выбрать любую другую с похожей пропорции грамм на метр и у вас получится аналогичное изделие пряжа у меня валенсия фирмы сиан такие характеристики у этой пряжи ручная стирка возможно утюжка холодным таким утюгом на единички и вот важный момент рекомендуемые спицы три с половиной четыре нам понадобится для шапки два таких матка и что касается спиц когда вы вяжете шапку и вообще головной убор необходимо его выполнить не только в размер но и достаточно плотным чтобы его не продавал ветер и чтобы в дальнейшем изделие не растянулась рекомендуемый размер спицы крючков который обыкновенно указывается на пряжах он предлагается для вязания плечевых изделий в основном и раз мы вяжем головной убор то нам необходимо выбирать размер спиц на 105 один меньше я пробовала вязать эту пряжу вот у меня два образца на спицах 3 здесь нам предлагают три с половиной четыре и на спицах два с половиной я померила этот образец с двух сторон до со стороны три и два с половиной могу сказать что размер образца он один одинаковый и по ширине и по высоте там совершенно незаметные миллиметры поэтому я остановилась выбор на спицах два с половиной потому что полотно с такими с такой точной спиц более упругая здесь порыхлее помягче полотно получается здесь она так по плотнее будет соответственно меньше будет склонна к растяжению более плотная вы тоже пожалуйста сделайте то же самое с вашими с вашей пряжи с вашим выбором потому что без образца я не рекомендую ни в коем случае не начинать вязать потому что просто будет потеря времени это будет совершенно неизвестно неизвестный результат поэтому прежде всего пожалуйста свяжите образец из вашей пряжи подобранным вами спицами постирайте его высушите на горизонтальной поверхности померяйте под линеечку и потом начните вязать итак мы вяжем удлиненную бинни она нас будет она нас будет с отворотом буду вязать нам хват головы 56 я указала здесь пряжу выбранной мной вы можете откопировать экран и в дальнейшем пользоваться просто картинкой с экрана данным к таким кратким достаточно описанием спицы выбранной мной номер два с половиной спицы должны быть круговые на леске 40 или 50 как вам будет удобнее у меня на леске 40 я буду всю шапку вязать на одних спицах я в каждом своем видео уроке говорю об этом что я предпочитаю изделие начинать и заканчивать одними спицами для того чтобы полотно оказалось одинаковым по всей его длине поэтому дальше я буду использовать метод метод magic club и вот таким образом складывать спицы и вязать всю шапку так в том числе и убавки по макушке и так мой образец который я постирала и померила оказался следующего размера 18 петлях образца соответствует 18 петлям 8 сантиметров и 18 рядов это 6 сантиметров соответственно мне сейчас нужно узнать сколько мне петель находится в одном сантиметре я делю 18 петель на 8 сантиметров и получаю 2,25 петли в одном сантиметре то же самое я делаю с рядами это проверка 18 рядов делю на 6 сантиметров получает три ряда в одном сантиметре вот этой величиной рядностью вот для шапок я честно говоря мало пользуюсь потому что в основном я использую сантиметровые исчисления измерения по сантиметру в высоту и считаю что здесь это наиболее важно но благодаря вот этой величине вы можете рассчитать макушку закрытие макушки по рядам чтобы точно знать какой высоты у вас получится татакрона и так сейчас также сейчас перейду по размерам самого изделия для того чтобы у нас получилось изделие с напуском шапочка бени с напуском по голове нам нужно увязать это среднестатистическая величина 26 сантиметров наверное у женщины с обхватом головы 56 сантиметров глубина изделия глубина шапочки равна 19 20 сантиметров эта величина исчисляется по измерению от надбровных дуг через макушку и до линии начала роста волос на затылке мы таким образом изменяем измеряем глубину изделия и делим полученную цифру на 2 среднестатистически 19 20 сантиметров но у каждого человека нужно это измерять поэтому пожалуйста для вас вы измерьте тоже сами либо вы можете найти таблицу в интернете их достаточно много и так чтобы у нас шапочка получилась удлиненной мы берем и сделаем ее из расчета что должна быть 26 сантиметров так как она мне должна быть отворотом я сделаю ей отворот 5 сантиметровый почему выбрала именно величину во первых я просто посмотрел на сантиметре насколько мне хотелось бы чтобы она выглядела и во-вторых я измерила высоту ухом высота ушной раковины порядка шести с половиной семи сыну это большого уха шести с половиной шести шести с половиной сантиметров я взяла чуть-чуть поменьше чтобы это было ну такой поаккуратно поаккуратнее смотреть изделия широкий отворот он тоже не всегда подходящий так как у нас это изделие будет осенне-весенним то нам не нужно делать его очень крупным с какими-то крупными деталями и так я взяла 5 сантиметров на отворот но если я глубину шапки возьму 26 сантиметров и возьму 5 сантиметров то на отворот у меня как бы пряжа полотно заберет еще где-то один сантиметр потому что у нас вот здесь в толщине в сгибе тоже идут на повороте петли и здесь порядка одного сантиметра поэтому на сгиб я еще добавлю 1 сантиметр на всю длину поэтому высоту шапки 26 я прибавлю глубину ширину отворота 5 сантиметров еще добавлю 1 сантиметр на вот этот сгиб сумме получается меня должно быть изделие в развернутом виде 32 сантиметра далее нам еще нужно узнать сколько нам вязать по прямой от наборного ряда до начала закрытия макушки обыкновенно у шапки это все можно высчитывать я вам говорю как вижу я я не всегда делаю расчет чаще всего я это делаю уже интуитивно по по своему опыту обыкновенно крона у шапки вот эта часть которая закрывается порядка шести пяти с половиной шести сантиметров в редких случаях 7 это если чем чем больше у нас обхват головы тем вот эта величина становится больше я взяла из расчета 6 сантиметров высота участка с закрытием макушки поэтому я 32 сантиметра высоту изделия в развернутом виде отниму 6 сантиметров и получу 26 сантиметров которыми необходимо связать по прямой все наши величины мы знаем сколько нам в сантиметрах нужно получить изделие теперь мы начинаем выполнять расчет сколько петель необходимо набрать и для изделия чтобы его связать именно таким из-за того расчета что у нас обхват головы пятьдесят шесть сантиметров я отнимаю пятьдесяти шести три сантиметра это стандартная величина она ничем не измеряется ничем не меняется отнимайте три сантиметра получаем пятьдесят три теперь от 53 а точнее 53 умножаем на количество петель в одном сантиметре и получаем сто девятнадцать петель но мы не можем использовать именно это число потому что наше изделие когда садится по голове оно должно слегка растянуться чтобы не упасть чтобы сесть плотно поэтому нам нужно отнять коэффициент растяжения от вот этого числа коэффициент растяжения он тоже варьируется и чем толще ваша пряжа тем выше коэффициент у нас пряжа мужской от средней толщины но нельзя забывать что она у нас изделие будет с отворотом когда изделие имеет отворот у него как бы плотность повышается и соответственно процент растяжения меньше она остается просто плотнее и как бы верхний слой отворота еще как вы сказать стягивает нижний слой и шапка сидит плотнее поэтому и я всегда меряю тремя способами процент растяжения значит он может быть от 15 до 20 процентов 20 процентов это для очень толстой пряжи поэтому я начинаю искать цифру для набора петель я 119 отнимаю вначале 15 процентов потом 17 потом 20 полученные цифры я сравниваю между собой так начнем с самой маленькой я от 119 петель отнимая 15 процентов получаю сто одну петлю 17 процентов 98 петель и самый высокий процент 20 процентов это 95 петель не знаю что-то для толстой пряжи я начинаю смотреть сколько у меня уходит петель постепенно по этим процентам и обыкновенно вот я выбираю то среднестатистическую величину конечно еще смотрю по пряжи вот в данном случае я выбрала 98 петель это такой средний процент в этих числах и набирать я буду не 98 петель а 99 потому что одна петля у меня уйдет для соединения вязания в круг также я еще проверю сколько у меня будет петель и в каждом секторе макушке когда я ее буду закрывать макушке я буду закрывать с одной центральной петлей и встречными петельками в каждом секторе секторов будет 4 я беру свою выбранную цифру петель 98 их количество делю на 4 получая 24 с половиной петель в секторе это говорит о том что у меня не будет равное количество петель в каждом секторе но я вполне могу использовать эту цифру и петли распределить секторе секторах следующим образом если наша шапка это вид сверху условно круг мы ее делим на 4 сектора и я сделаю распределение петель следующим образом я во встречных секторах делаю по 24 петли а в противоположных встречных по 25 и таким образом я буду закрывать свою шапку но мы не забудем что здесь у нас еще будет центральной петли поэтому по одной петельке отсюда уйдет вот в эти центральные петли и здесь у нас будет соответственно 20 только 3 20 правильно 4 23 и 24 петли расчет мы выполнили теперь мы приступаем к набору петель и вы можете набрать количество петель удобным вам способом я набираю практически всегда своим способом эластичным методом в каждом видео уроке и практически его использую я буду брать им вы можете брать таким как вам удобно сейчас показываю как набирая я вот спица пошла вот нитка пошла от клубка это кончик так располагаю нитку на пальцах на большом указательном и остальными зажимаю одну спицу мы берем и подкладываем ее под нитку и прокручиваем теперь цепляем и обхватываем вот эту ниточку возле указательного пальца потом подхватываем ниточку возле большого пальца и через петельку указательного пальца проводим спицу сбрасываем нитки с пальцев и затягиваем первые петли количество двух штук вообще все петли набираем не очень туго чтобы они нас могли хорошо ходить по спице продолжаем набор подводим спицу под нитку указательного пальца вот эту внешнюю потом под нитку большого пальца пропускаем спицу в петлю указательного пальца сбрасываем затягиваем продолжаем набор под указательный под большой в указательный сбросили подтянули и так далее набираем необходимое нам количество петель напоминаю расчетное количество петель плюс одна петля для замыкания изделия в круг я набрала необходимое количество петель 99 теперь я замукаю свое вязание в круг внимательно разверните все свои набранные петельки чтобы они все глядели в одну сторону не перекрутились и сейчас смотрим такой нюанс у нас в наборном ряду есть лицевая сторона вот я показываю и изнаночная сторона они отличаются вот таким узелковым краем и вот таким такой косичкой наклонной так как наше изделие будет с отворотом поэтому отворачивая до шапку вот так покажу вот мой наборный край вот лицевая сторона косички наборного края мы отворачиваем шапку и видим изнаночную сторону в том числе и наборного ряда в данном случае мы можем оставить изнаночную сторону наборного ряда на будущее если у вас будет есть например резинка один к одному то желательно вам разворачивать вот этой лицевой стороной чтобы наборного ряда чтобы она смотрела вот сюда к лицу для этого нам нужно просто либо держать спицы левоцевой стороной наборного ряда к нам либо изнаночной стороной и выбирать таким образом уже как вязать дальше соединяем вязание в круг все петельки выровняли все у нас ровно в левой руке у нас тот конец наборного ряда где идет нитка клубку сейчас мы будем делать следующее правой спицы будем снимать первую петлю левой спицы левой спицей будем снимать первую петлю с правой спицы вначале снимаем вот эту петлю с левой спицы сняли а теперь снимаем вот эту петлю первую петлю и проводим ее через петлю и накидываем ее вот так поддели петлю проводим вот петельку в петельку сбрасываем так я провязала первый ряд немножко уже продолжила сейчас я покажу правую и левую стенку петли вот так у меня стоит петелька на спице вот эта стенка она является правой потому что именно эта ниточка уходит к правой спице и образует петлю предыдущую мы ее видим вот здесь перемычки она соединяет две соседние петли именно за эту стеночку которая уходит к правой спице нужно провязывать петли иначе если вы будете провязывать за левую стенку за эту стенку петли у вас получатся петли в итоге скрещены и тем самым полотно может косить если у вас обычная гладкая лицевое полотно лицевой гладью петли обязательно провязываются не скрещенными прямым правильным способом за правую стенку 26 сантиметров по прямой это 78 рядов и на этом месте уже встретимся когда мы подойдем к закрытию макушки я по прямой связала свою будущую шапку вот так я навешиваю маркеры для измерения количества рядов у меня получилось 26 сантиметров и в них 82 петли то есть пришлось связать больше необходимой величины и я тоже вам советую измеряйте все-таки нерядность а сантиметры сейчас я уже сниму эти маркеры и значит мы связали до убавления макушки и мы размещаем маркеры по кругу поделив нашу шапку на 4 сектора нам понадобится 4 маркера один из которых будет контрастного цвета в моем случае красный он будет обозначать начало и конец ряда я расположила маркеры по кругу через 24 25 петель один маркер контрастная начинаю делать убавки убавки макушки я буду делать через один ряд сейчас в этом ряду я сделаю убавки а следующий ряд провяжу по рисунку макушку шапки я буду убавлять с одной центральной петлей это значит что у нас одна петелька будет провязываться и к ней будут сходиться боковые петли и так после маркера одну петлю мы провязываем следующие две петли мы провязываем наклоном вот к этой петле то есть наклоном вправо так как у меня петли расположены правой стенкой вперед поэтому они уже развернуты в правильную сторону я просто подвожу спицу под вторую петлю и провязываю 2 спит 2 петли одной лицевой петлей вот так дальше я вяжу по рисунку просто лицевые петли не доходя 2 петли до маркера 2 петли до маркера я не провязала теперь них нужно провязать с наклоном к маркеру влево для этого первую петлю я снимаю вторую петлю провязываю лицевой и предыдущую снятую я набрасываю на первую спицу петлю так петелька наклонилась влево переснимаем маркер слева направо после маркера петля у нас нетронутая мы ее просто всегда провязываем и после этой петли мы провязываем две петли вместе с наклоном вправо вот так у нас будут располагаться петли в секторе возле маркера справа петли с наклоном влево провязана петля далее петли с наклоном вправо и так вяжем всю шапку по кругу этот ряд следующий ряд у нас будет провязываться по рисунку далее мы опять будем сокращать аналогичным способом и так мы будем провязывать пока у нас не останется в секторе 8 петель так снимаем петлю провязываем предыдущую сняты набрасываем на провязанную петлю провязываем петлю после маркера здесь две петли провязываем одной лицевой петлей так когда нас в каждом секторе останется по 8 петель мы начнем такие сокращения не через один ряд а в каждом ряду одну петлю снимаем 2 провязываем предыдущую снятую набрасываем на провязанную вот начало и конец нашего ряда вот наши сокращенные петли все этот ряд мы провязываем по рисунку без каких-либо изменений следующий ряд мы опять будем сокращать и так далее пока не останется 8 петель секторе и так когда у вас останется по 8 петель в секторе вы начинаете сокращать в каждом ряду мы это делаем для того чтобы у нас макушка была полукруглой и ее кончик вот этот в центре не торчал как луковка я уже проскочила тот момент когда мне 8 петель у меня уже по 7 и 6 петель соответственно но мы помним что у нас в каждом секторе разное количество петель все я сокращаю в каждом ряду и делаю тем же способом что и вязала все предыдущие ряды здесь наклоном влево все сейчас я довяжу до того момента когда у меня будут спицах только те петли которые формируют вот этот узор то есть одна провязанная петля одна вот это вот наклонные петли то есть мне осталось сократить вот эти две петельки в секторе и мы с вами встретимся будем смотреть как же закрывать дальше петли так у меня по 3 петли секторах сейчас сокращение выполняем следующим способом вот эту петлю которую мы всегда провязывали и не тронуты мы также провязываем а две следующие петли мы провязываем с наклоном вправо здесь принципе не имеет значения в какую сторону вы будете провязывать может быть можете наклонить петли как вправо так и влево мне сподручнее наклонять их вправо я их так и провязываем и так мы вяжем до конца изделия кстати вяжите петельки старайтесь на макушке не слабо чтобы не было дырочек отверстий в местах сокращений здесь итак у нас осталось по 2 петли в каждом секторе 4 секторах соответственно их в сумме 8 петель мы можем уже сейчас стянуть петли но я доведу количество петель до 6 штук и стяну шапку чтобы их сделать 6 в остатке я просто провязываю оставшиеся петли по 2 вместе но не все естественно все маркер я уже снимаю первый сектор провяжем и следующий и на этом мы можем уже стянуть нашу макушку я не буду сразу обрезать нить я предпочитаю все свои шапки после вязания так или иначе примерять насколько это возможно поэтому сейчас я свои оставшиеся петельки надену вот на такой обычный маркер и сделаю примерку перед тем как я обрежу нить все в таком положении мы застегиваем значит наш маркер и можем осуществить примерку после примерки можно будет стянуть петли примерка прошла удачно все хорошо могу сейчас вам показать какую форму имеют купол шапки вот такой получился круглый очень ровный это видно уже даже еще без закрытия последних петель и до в этого вот эти небольшие углы у нас расправятся во время стирки когда вы постираете шапку немножко пережил события раскладывать ее не по вот этим швам то есть вот так я рекомендую раскладывать по секторам по серединам секторов вот так тогда мы не формируем как бы физические вот эти вот уголки начало закрытия и шапочка будет с более круглой макушкой вот так сушите шапку и так начинаем закрывать макушку уже окончательно обрезаем нить оставляем где-то ну порядка 20 сантиметров нам этого будет достаточно переодели петли смотрите какой важный момент здесь есть вот наша нитка и по ней которым вязали и по ней видно где наша петля провязанная была последняя важно чтобы эта петля сидела именно вот тут потому что когда мы сейчас наденем нитку и будем продевать нитку через петли мы как раз будем продевать ее через следующую от последней петлю и тем самым в правильном направлении замкнем наше вязание если ваш крючок будет развернут иначе и вот эту нитку вы будете вводить в ту же петлю которая на провязана это будет не совсем правильный у вас в одессе будет не аккуратно и участок поэтому располагайте именно в таком порядке ваши петли на крючке аккуратно выводим теперь с изнаночной стороны сюда в вводе наш крючок и протягиваем выводим на изнаночную сторону нашу нитку все крючок нам сейчас пока не нужен с изнанки хорошо затягиваем нитку сейчас вам продемонстрирую макушку вот так постираем подтянем нитки все выровняется сейчас я шапочку постираю высушу и покажу ее уже в готовом состоянии шапка постирана высушена на горизонтальной поверхности вот сейчас представляю перед вами такое получилось полотно для того чтобы нижний край шапки не сильно заворачивался как это было до стирки во время сушки я прикалывала булавками нижний край шапки вот так к поверхности на которой сушу у меня это похоже на фитнес коврик такие квадраты которые собираются как пазл и на него и положила полотенце положила шапку и высушила приколов ее булавками здесь уже вы видите сгиб такой немножко нарисовался это я уже она в согнутом состоянии полежала немножко шапочка вот такое получилось полотно сушила я напомню вот в таком положении не по граням сегмента а вот так по серединам такой купол сидит хорошо немного собирается на макушке как собственно я предполагала как не ну как я планировала задумал была задумка если вы хотите шапку с более плотной посадкой по макушке то либо вяжите и пожалуйста короче либо можно за счет отворота более широкого добиться сделать шапочку более короткую моем случае это вот такой отворот не забудьте что у вас отворот будет немножко укорачивается за счет того что закипается заворачивается наборный край шапки что касается пряжей самого полотна полученного до стирки шапка сидела очень плотно во время того как я постирала когда шапочка была мокрая я растягивала в разные стороны полотно чтобы она разошлось и сейчас она стала чуть чуть больше и села как раз по голове то что необходимо то есть я полотно уже во время стирки и сушки придала ему ну как бы склонность к растяжению я уже растил насколько это возможно и она у меня уже села дальнейшем она если будет растягиваться то в каких-то совершенно незначительных значениях для этого я это собственно и дело если у вас полотно и пряжи точнее склонна к растяжению очень эластичная это пряжа меринос например есть пряжи который очень сильно растягивается то смотрите внимательно чтобы процент на усадку вы выбрали верный но во время сушки тоже аккуратно с ней обращайтесь не скручивайте полотно сильно не растягивайте я делала это совершенно ну как бы так в меру просто вот так вот подтянула она сейчас у меня уже собирается обратно до пружинит полотно хорошо будьте внимательны вот такая простая бени классическая которую можно также связать без отворота сделать его просто более короткую убирайте высоту отворота и у вас будет однослойная бени на такие шапочки можно накладывать всевозможные узоры например это центральные косы какие-то не по небольшими такими горошинками разбрасывать на основе то шапки можно сделать разные модели если вам понравился мой мастер-класс пожалуйста поставьте лайк если вам интересно подписывайтесь на мой youtube канал чтобы смотреть дальнейшем видео по вязанию по шапкам по аксессуарам пишите ваши комментарии какие у вас возникли вопросы постараюсь на них ответить спасибо за ваш просмотр удачных вам проектов еще увидимся пока